Итак, сегодня исполняется 32 года со дня образования Национальной Гвардии. Это престижное подразделение казахстанской армии вносит свой вклад в укрепление внутренней стабильности и безопасности граждан. За эти годы было много примеров самоотверженности и героических поступков гвардейцев. И вот наша съемочная группа побывала в одной из воинских частей Национальной Гвардии и узнала, как служатся там солдатам. И в дождь и снег военнослужащие Национальной Гвардии на страже порядка и безопасности. Они ковали свое доблестное имя кропотливым трудом и преданностью своему любимому делу. В воинской части 55-73 расположенной в пригороде Астаны служит около тысячи солдат срочной службой. Большинство призваны из других регионов страны. Они патрулируют столичные улицы, борются с правонарушителями и помогают людям, оказавшимся в сложной ситуации. А также несут службу на различных массовых мероприятиях. Я пришел служить в эту часть в 2009 году лейтенантом. Прошел путь от командира взвода до старшего офицера воинской службы. Моя обязанность охрана правопорядка в Астане, в том числе на массовых мероприятиях. За это время в столице прошли такие значимые события, как, например, азиатские игры, саммит ОБСЕ, выставка Экспо. Обеспечение безопасности на всех подобных мероприятиях – наша прямая ответственность. За годы независимости был пройден большой путь от становления и развития внутренних войск до современного уровня Национальной гвардии. Для повышения эффективности управления была создана система регионального командования. На сегодня Национальная гвардия является частью единой системы органов внутренних дел страны. В 2014 году внутренние войска были переименованы в Национальную гвардию 21 апреля. Мы с вами находимся в музее, в Центральном музее Национальной гвардии. Ну, закрытый ведомственный музей. У нас история отражена, начиная с советского периода в Малом зале. Большой зал у нас посвящен истории Национальной гвардии. Для качественного и количественного укрепления Национальной гвардии утвержден комплексный план ее развития до 2027 года. Переработаны планы по подготовке, обучению и воспитанию личного состава. С учетом новых вызовов и угроз национальной безопасности уже реализуются мероприятия по развитию военно-транспортной и армейской авиации. Оснащению войск современными образцами автобронетанковой техники сформированы новые отряды спецназа численностью свыше тысячи военнослужащих.